Сегодня мы разговариваем с Ицхаком Кальдероном Адизесом, президентом Адизес Инститют и основателем Адизес Грэйдиот Скул. Доктор Адизес известен своей теорией четырех организационных элементов. Кроме того, он уже около двух лет консультирует компанию Сибор. Давайте сначала поговорим о теории. Не могли бы вы кратко рассказать, в чем ее суть? Что это за четыре элемента? Любая организация должна быть хорошо управляемой. Вопрос в том, что значит быть хорошо управляемой организацией. Я считаю, что компания, во-первых, должна быть результативной, то есть уметь ставить цели и достигать их. И, во-вторых, эффективной, не заниматься пустой тратой своих ресурсов. Четыре организационных элемента, лучше назвать их четырьмя ролями, а еще лучше четырьмя витаминами. Нужны для того, чтобы сделать организацию результативной и эффективной, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Первая роль, она помогает сделать организацию более результативной, производственная. Производственная роль заботится о ресурсах для удовлетворения нужд клиентов. Вторая роль влияет на эффективность. Я называю ее административной ролью. Она отвечает за то, чтобы правильные дела делались вовремя. Третья роль отвечает за результативность на длительном промежутке. Заботится о будущих нуждах организации. Это предпринимательская роль. И последняя роль – интеграционная. Она обеспечивает слаженность работы других ролей. Когда все в организации работает на достижение ее целей, она становится намного более конкурентоспособной. Вы говорите о цели существования организации. А каково, с вашей точки зрения, вообще предназначение коммерческой компании? Прибыль получить, доминировать на рынке? Нет, нет, нет. Кого бы вы ни спросили, вам ответят, что цель бизнес-организации состоит в том, чтобы приносить прибыль владельцам. Но именно в таком подходе и состоит проблема современного бизнеса. Именно из-за такого понимания компаниями своей миссии тысячи разочарованных, недовольных людей ныне идут маршем на Уолл-стрит. Истинная цель бизнес-организации состоит в том, чтобы удовлетворять нужды клиентов и при этом оставаться прибыльной. Надо управлять за счет прибыльности, а не ради прибыльности. Компания, которая удовлетворяет только свои собственные нужды, становится подобной раковой опухоли. С этой точки зрения Сибур находится в центре очень интересного процесса. Компания строит ряд крупных производств, которые значительно изменят ее облик. Параллельно продолжаются заметные организационные изменения, направленные на повышение эффективности, изменение корпоративной культуры, культуры качества продукции. Это стратегический переход. И вас наняли, чтобы помочь его осуществить? Я люблю сравнивать организацию с моторным катером. Скажите мне, какие из двигателей работают хорошо, какие плохо, и я отвечу, в какую сторону поплывет катер. Раньше Сибур был организован вокруг заводов. Каждый завод был источником дохода и, соответственно, источником успеха для организации. Вот почему каждый завод был самодостаточным предприятием. Но такая форма организации делала компанию, ориентированной на производство и на свои заводы, а вовсе не на клиента и его нужды. Современный нефтехимический бизнес, как и любой другой, требует внимания к нуждам клиента. Завод при этом должен стать лишь поставщиком продукции, а вовсе не источником всех благ. Это тотальное изменение в структуре компании. В течение полутора лет я помогал Сибуру совершать этот переход. Мы начали с того, что спросили себя, а на каких рынках мы присутствуем, какие продукты поставляем. Мы поняли, что у нас много продуктов, и у каждого из этих продуктов есть рынок. Теперь мы держим в фокусе клиента, а не завод. Давайте рассмотрим Сибур сквозь призму вашей теории четырех элементов. Какие элементы доминировали раньше, и какие начинают развиваться в Сибуре сейчас? Поскольку Сибур раньше был ориентирован на производство, то в организации доминировал производственный элемент. Предпринимательская сторона, ориентация на изменения, ориентация на рынок были выражены слабее, а именно эту сторону мы стараемся развить. Мы хотим создать сильную предпринимательскую культуру. Нужно добиться более высокой чувствительности компании к изменениям на рынке. Один из путей – добиться, чтобы в Сибуре было больше людей, чья работа состоит в генерации прибыли за счет продвижения продуктов на рынке. Вы говорите о том, что нужно развивать предпринимательский элемент. Возможно ли это без прилива свежей крови? Или предпринимательство уже присутствует в компании, и его надо просто развить? За моими плечами 40 лет практической работы в 52 странах. Я видел очень много менеджеров в своей жизни. По моему мнению, в России, и особенно в Сибуре, много выдающихся менеджеров и выдающихся сотрудников. Я уверен, что ни один менеджер Сибура не уступит американскому, английскому или французскому коллеге по ремеслу. Однако российские менеджеры часто работают так, словно живут в пустыне Сахара. Вообще, вы знаете, что в Сахаре самая плодородная на Земле почва. Вы, наверное, будете возражать, что наиболее плодородная почва – это чернозем. Это не так. Самая ценная почва именно в пустыне. Просто она никем не используется. Принесите немного воды, и в пустыне возникнет невероятно плодородный оазис. То же самое происходит с российскими менеджерами. Их умения часто не используются. С точки зрения своих индивидуальных качеств, это яркие, способные, обладающие предпринимательским духом, креативные ребята. Я был впечатлен ими. Очень качественные люди. Проблема состоит в российской культуре, где не принято проявлять инициативу. Менеджеры вообще не открывают рот. Они тихо сидят и ждут, что кто-то решит их проблемы. Их фантастические умы не задействованы. Должен ли Сибур искать людей на внешнем рынке? Нет. У компании уже есть люди. Им вообще никого не надо нанимать. Чем мы занимались полтора года, и я очень горд за свою работу, мы пытались создать в компании более открытую среду, чтобы люди не боялись проявлять самостоятельность, чтобы они не боялись авторитетов, чтобы они не боялись отстаивать свою точку зрения. Сейчас у нас в Сибуре уже много внутренних оазисов. Острой нужды нанимать дополнительных людей извне нет. А что конкретно сделали вы, чтобы помочь компании пройти стратегические изменения? Я не являюсь консультантом, который лечит компанию, как доктор, прописывая лекарства. Я организационный хиллер. Помогаю людям решить их проблемы самостоятельно. С каждым стратегическим бизнес-подразделением я провел несколько дней вместе. В самом начале работы я читал лекции, на которых рассказывал об инструментах решения проблем. Затем я устраивал дискуссии внутри группы менеджеров подразделения на тему, как решить с помощью данных инструментов, стоящие перед бизнесом задачи. Главный вопрос состоял в том, какой должна быть организационная структура, чтобы подразделение могло эффективно удовлетворять нужды клиентов. Кто отвечает за сервис, кто отвечает за производство, как все это вместе будет работать. Как известно, дети играют в футбол, не разбирая позиции на поле. Каждый хочет быть в атаке. Наша работа состояла в том, чтобы распределить роли между подразделениями и их менеджерами. Кто атакует, а кто защищается. В общем, мы кропотливо разобрали, кто, что, для кого и зачем делает в Сибуре. Мы закончили общий дизайн структуры компании. Мы завершили работу над схемой распределения обязанностей перед клиентами между различными подразделениями. Какая роль в стратегических изменениях бизнеса отводится среднему менеджменту передовым сотрудникам? Каждый должен быть вовлечен в процесс получения прибыли, в том числе и рабочие. Вы можете представить живой человеческий организм без работающей печени? Много лет назад я работал с Бэнк оф Америка. Я заставлял топ-менеджеров заниматься йогой по утрам. Таким образом я показывал им, что они неправильно управляют компанией. В йоге есть одна интересная поза. Вы стоите на одной ноге, а вторую держите в руке параллельно земле. Я уверяю вас, если в этом положении вы не прижмете большой палец ноги к земле, то обязательно упадете. Задействовать все возможности корпоративного организма – вот что мы должны делать, когда пытаемся изменить компанию. Кто может воплотить в жизнь стратегию, которую вы создали в своем воображении? Только линейные люди. Менеджеры по продажам на улицах, рабочие на заводах. Все тело компании должно быть вовлечено в процесс изменений. Одним умом дело не решишь. Пальцы компании должны двигаться, потому что мы все одно целое. Ну а что нужно делать компаниям, чтобы существовать и развиваться максимально долго? Это хороший вопрос. Все в компании должно работать слаженно. Интеграция – это признак здоровья. Дезинтеграция – признак болезни. Если части компании не работают слаженно, любые изменения на рынке могут нести угрозу ее существованию. Подумайте, почему при смене погоды человек подхватывает простуду? Дело только в холоде или в том, что ваше тело не может к нему адаптироваться? Компания, которая хочет прожить долгую жизнь, должна заботиться о том, чтобы ее части не начали жить самостоятельной жизнью, чтобы они продолжали оставаться взаимозависимыми. Если в компании есть предпринимательский дух, и она интегрирована, она будет существовать вечно. Выходит, что интеграция – это ключевой организационный элемент? Верно. Самый важный и наиболее часто игнорируемый. Ваша теория может быть применима не только в менеджменте, но и в жизни, для управления карьерой, отношениями с другими людьми, семьей. Если говорить о людях в Сибуре, топ-менеджерах, линейных менеджерах, рабочих, как они могут использовать принципы успешной организации, чтобы лучше жить, лучше работать? Это хороший вопрос. В нем есть религиозный подтекст, но это как раз правильно. Как вы думаете, почему Стив Джобс добился успеха? Потому что он все время думал о прибыли? Вовсе нет. В этом человеке жила любовь. Он любил клиентов, разработчиков, любил продукт. Тот, кто продает то, что он любит, обязательно получит прибыль. Представьте, что вы идете к доктору, который больше всего на свете хочет заработать много денег. Вероятно, перспектива оказаться в руках такого врача вас очень сильно напугает. Кто вам на самом деле нужен? Профессионал, который знает свое дело и обладает определенной страстью к своей профессии. Конечно, он возьмет с вас сколько-то денег в качестве вознаграждения. Как без этого? Но деньги для него не цель. Чтобы организация существовала долго, нам нужно постоянно следить за нуждами клиентов. Это секрет успеха в бизнесе. Но это и ключ к личной жизни. Каждая часть нашего тела существует ради другой части. Лишь раковая опухоль существует сама ради себя. Есть люди-опухоли, которые никому не служат в этой жизни. Есть организации-опухоли. И департаменты-опухоли. Просыпаясь утром, вы должны задавать себе вопрос. Не кто я, а для кого я? Для кого я существую? Какова цель моей жизни? Кому я должен служить? Если вы служите своему ребенку, вы мать. Если вы служите своей семье, вы отец. Иначе вы просто называетесь этими словами. Найдите себе в жизни ту роль, ту позицию, которая наполняет вас энергией и вдохновляет. И ваша жизнь улучшится. Редактор субтитров А.Семкин